Здравствуйте, дорогие друзья! Недельная глава Ваишвах нам рассказывает про жизнь Яакова и его постоянные-постоянные противостояния. Противостояние грешнику-брату-близнецу Эсаву, противостояние своему тестю-грешнику Лавану. Силы добра, это Яаков, он постоянно борется с силами зла. Тора нам рассказывает удивительную вещь, что в этом материальном мире у Яакова было противостояние с духовной силой Эсава. Саро Шелесав, духовный покровитель, ангел, если хотите, Эсава, который тоже представляет силы зла. И Яаков с ним имеет борьбу, борется с силой зла духовной в нашем материальном мире, что просто очень-очень удивительно, и нужно это изучать с комментаторами, чтобы понять, что же здесь происходило. Но я бы хотел вам сказать, что когда Яаков одолел Саро Шелесав, когда Яаков одолевает духовную силу Эсава, то он его спрашивает, слушай, а как тебя зовут? Как известно в иудаизме, имя это суть, имя человека это его суть, его сущность, название любого предмета это его сущность, название животных это их суть и сущность. И он спросил его, как тебя зовут? Ты кто? В чем твоя суть? В чем твоя суть? Вот ты вот Саро Шелесав, ангел покровителя Сава, как тебя называть? Кто ты? И он ему отвечает, Не спрашивай мое имя. Все, не надо спрашивать. Очень странный ответ. Один из комментаторов говорит, что его ответ, не спрашивай мое имя, и есть его имя, и есть его суть. Не спрашивай ничего. В этом и заключается самая главная задача Ецарара. Не спрашивай вопросы. Это и был ответ. То есть, большинство комментаторов говорят, что он ему сказал, не спрашивай мое имя, какая разница. Не буду я тебе говорить мое имя. Но есть комментатор, который говорит, что он ему ответил и сказал его имя. А его имя в том и заключается, не спрашивай ничего. Это и есть суть сил зла. Не спрашивай, а зачем мы здесь живем? Не задавай вопросы. Не задавай вопросы, а зачем меня создал Творец? Не задавай вопросы, а как с ним коммуницировать с Богом? Какая вообще задача у меня в этом мире? Почему есть добро? Почему есть зло? А что такое Тора? А как мне быть ближе к Богу? А что такое хорошо? А что такое плохо? Говорят нам наши мудрецы в нашей главе, что главная задача, главная задача сил не очень хороших, чтобы человек не думал ни о чем, чтобы он не задавал вопросов. Не спрашивай мое имя, ничего не спрашивай. Просто живи себе, как живется. Делай, что хочешь. Любишь это, делай это. Не любишь это, не надо, не делай это. Никаких вопросов. Не озадачивай себя. Не напрягайся. Не думай. И в этом заключается главная сила зла, чтобы человек не думал о своем духовном росте, о причинах своего существования, зачем Бог нас создал, а почему так, а почему это так. Чтобы мы не думали, в этом заключается главная задача Ецарара. Поэтому наша с вами задача додумать. Наша с вами задача спрашивать вопросы, что такое хорошо, как стать лучше, как стать ближе к Богу. И в этом заключается наша самая главная задача. И это важнейший урок из нашей недельной главы Ваишвах. Спасибо огромное за внимание. Учим Тору на проекте Ваикра.